здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня вяжем вот такие вот носки немного усложняет тот способ который мы вязали ну по сути это не очень сложно просто немного вывяжем пятку так нитки у меня основные фиолетовые 50 граммов 133 метра до 266 метров 100 граммах довольно тонкие и остатки вот таких вот бордовых начинаем мы с резинки как и в прошлом случае и набираю я 42 петли 42 делай узелок как обычно я делаю вот и не 42 петли далее вяжем резинкой один на один чередуем цвета то сделано вот эти две полоски 1 лицевая 1 изнаночная резинка лицевая изнаночная и второй ряд тоже резинка по узору далее меняем нить на бордовую либо она ваш цвет и вяжу бордовой нитью 4 ряда вот теперь смотрите дети два ряда я провязала фиолетовой 4 ряда бордовой снова 2 ряда фиолетовой 4 ряда бордовой далее буду вязать фиолетовой нить вот смотрите девчонки провязала я две полоски по 4 ряда между ними по 2 ряда и здесь вот мне 16 рядов резинки всего я вам скажу сколько у меня резинки но это уже на ваше усмотрение вы можете 10 сантиметров вы можете вязать больше меньше тоже как хотите далее я перехожу на платочную гладь то есть все петли лицевые и далее между лицевыми петлями так вот смотрите провязала я платочной вязкой 16 рядов 4 сантиметра и далее мне нужно закрыть по бокам по 10 петель для этого в начале ряда ряда закрываю 10 петель 10 вот они теперь вижу до конца ряда провязала до конца ряда теперь поворачиваю и закрываю снова 10 петель и и в центре у нас остается раз два три 4 5 6 7 8 9 10 22 петли и вяжем нашу центральную часть лицевыми петлями продолжаем девчонки вот смотрите моя ступня моя нога центральная часть у меня 13 сантиметров видите вот они 13 сантиметров сама ступня у меня 24 сантиметра то есть 24 минус 11 дети минус 11 то есть вы меряйте по своей ступне если у вас 25 снимаете минус 11 то есть длина ступни минус 11 сантиметра для простоты расчетов теперь я беру будем делать мысик здесь я уже не буду обрезать и при привязываю бордовую нить и вяжем два ряда бордовой нитью так третий ряд третий ряд будем делать убавление после кромочной в начале ряда снимаем кромочную провязываем 2 вместе и в конце ряда перед кромочной точно также и здесь вот смотрите 2 вместе и последняя кромочная далее второй ряд без изменений третий ряд снова убавления в начале и в конце ряда перед и после кромочной то есть в каждом лицевом ряду у нас убавляется по 2 петли таким вот образом мы убавляем и так далее продолжаем убавлять в каждом лицевом ряду вот так вот это выглядит девчонки раз 2 3 4 5 6 всего 6 убавлений на спицах у меня осталось 10 петель теперь я буду делать добавление то есть точно также потому же принципу я буду добавлять в начале ряда после кромочной воздушную петлю и в конце ряда перед кромочной воздушную петлю изнаночный ряд без изменений лицевыми петлями вот так вот воздушную петлями делаем кромочную и так 6 раз пока мы не восстановим наше полотно 22 22 петли так вот это выглядит и снова возвращается фиолетовой нити вижу ровное полотно фиолетовым цветом вот такую ровно такую же часть сейчас вот смотрите мои хорошие я полностью повторила вот эту вот часть видите вот это фиолетовая часть у меня одинаковая и вот эта часть одинаковая то есть так как я вот от этого момента провязала это вот она у меня повторилось теперь еще два ряда как бы дополнительных я провяжу без добавлений платочной вязкой теперь все петли закрываем вот это и все теперь нам осталось сборка и все у нас готово закрываем все петли вот и все девчонки вот такая вот смешная конструкция у нас в этот раз получилось теперь будем сшивать вот смотрите определяем лицевую сторону где нет вот этих соединений двух цветов сшиваем сначала вот и вот эту часть сшиваем для начала заднюю часть носка если у вас здесь по длине и нитку при наборе вы оставили то можете сшивать и я чё-то так сшиваю до конца вот смотрите сшила я теперь здесь . проделать чтобы не болталась следующим этапом мне нужно пришить смотрите хорошенько сопоставить уголочки отсюда и сюда решить вот эту часть я пришила к этой задней части видите тут как бы пяточку вот он складываем вот так вот пополам совмещаем вот этот угол со стыком цветов видите и вот здесь вот меня вырисовывается пятка теперь я вот эту пятку мне нужно прошить от этого стыка до угла конечно это лучше делать нитью в цвет вот этой бордовой ну я уже я показываю как не надо делать так вот сейчас вернусь чтобы не делать лишних узлов теперь вот смотрите вот здесь вот теперь мы отсюда съем сюда и до угла здесь вот проверяем чтобы у нас не было дырки потому что тут получается дырочка все теперь мы сшиваем вот этого места до конца под шовчик я просто беру за кромочные чтобы шов не уплотнять никаких крючков никаких нитки в два сложения в одно сложение и вот так вот за кромочные аккуратненько сшиваю вот смотрите эта сторона у меня сшита видите теперь мне осталось сшить эту сторону здесь уже проще уже мы можем начать от угла вот отсюда и продолжить прям до конца вот так вот сшиваем на хорошее вот и все девчонки смотрите как это выглядит с изнаночной стороны теперь я его выверну этот нас очень довольно довольно мягкий такой уютный носок надеваем его на манекен эти этот шов уходит наверх и этот шов держит носок на пятке вот в чем фишка этого способа я я допустим не могла его понять изначально этот способ как она все функционирует да ну вот так вот девчонки вот так вот он выглядит на готовом виде резинку опять же можем сделать высокую можем сделать низкую это уже на ваше усмотрение это как вы хотите можно даже вот так вот коротенькие слитки сделать но и там девчонки все я с вами прощаюсь вот они оба с вами была вика и школа рукоделия ставим лайки подписываемся на канал жмем на колокольчик подписываемся на инстаграм всем пока пока и вяжем масочки и 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